Вот свастика жизни на древнем армянском кувшине. А вот свастика смерти на секире. И кувшины секира датируются 17 веком до нашей эры. Именно Гурджиев через Хаусхофера и дал будущим нацистам символ, приведший их к краху. Да и красная звезда, что пришла в советскую армию приблизительно в это же время, не что иное, как Пентакль, символ, которым обуздывается злой дух. Так устроен этот мир. Все служит пищей для чего-то. Ты ешь, но и тебя едят. Куда же теперь? Что ж, пусть будет Франция. Под Парижем, в Фонтенбло, на собранные пожертвования и заработанные деньги куплена небольшая усадьба, Ла-Приэре. Суда стекаются из Турции, Англии, России, ученики. Суда Гурджиев постепенно собирает своих близких и дальних родичей. Сюда приезжает его мама и жена. Начиная с середины 20-х годов, в Советском Союзе и Германии разворачивается грандиозное строительство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы тоже занялись скромным строительством. Ремонтировали здание в Приэре и флигель. Купили старый авиационный ангар. Из него вышла чудесная студия для танцев. Музыканты, писатели, журналисты, врачи, сроду не державшие в руках пилу или молоток, стали ухаживать за коровами и овцами, пилили, строгали, носили воду, копали землю. Да, физический труд необходим. Он балансирует тело. Этому меня еще отец научил. Но просто работать мало. Вол тоже работает всю жизнь. Но нам надо учиться работать, как человек, осознавая себя. Это очень непросто. Если человек может хоть что-то делать, как следует, хоть кофе сварить, то с ним уже можно говорить. Мой отец учил. Люби работу не ради денег, а ради самой работы. Тогда она будет питать тебя, будет приносить тебе радость. На стенах студии танцев вязью напоминающей древний армянский шрифт было написано. Энергия, производимая сознательной работой, немедленно преобразуется для нового употребления. Энергия, производимая механически, теряется навсегда. Здесь нет ни англичан, ни русских, ни евреев, ни христиан. А есть только стремящиеся к общей цели стать способными делать. Нет разных религий. Есть только единый Бог. Начинается изучение особых священных танцев. Георгий Иванович утверждал, что все движения этих танцев, любой их жест, изменение ритма, музыка, которая их сопровождает, и состояние танцующего, все вместе может привести человека к познанию истины, к познанию своей собственной, возвышенной природы. Ученики готовились к публичным выступлениям. И вот в Париже они производят фурор. Публика в растерянности. Мнения самые противоречивые. Это волшебство. Нет, это жестокая дрессировка. Нет, это шарлатанство. Нет, это нечто совершенно особое. Все шло замечательно. Впервые за несколько лет. И вдруг случилось страшное. Июль 1924 года. Днем Гурджиев был по делам в Париже. Он собирался вернуться в Ле-Пре-Ре на своем Ситроене. И тут начались странности. Он потребовал, чтобы механик тщательно проверил машину. Составил доверенность на свою секретаршу, чтобы она могла вести дела без него. Отправил ее на поезде. Вечером в Париже он не приехал. Его нашли рано утром на обочине дороги. Недалеко от разбитого автомобиля. Врачи, осмотрев тело, решили умер. В морг. Новость разнеслась в одночасье по всему миру. Бессмертный Гурджиев умер. Ученики приехали забрать тело учителя. Их встретил растерянный и бледный врач. Месье Гурджиев жив. Каким усилием заставил Георгий Иванович работать свою изуродованную аварии тела? Как он выбрался, буквально выпался из морга? Дал команду своей биологической машине жить, работать. Как? Гурджиев попал в аварию? Этого не может быть. Ведь он же не подвластен случаю. Но случилось. Через месяц Георгий Иванович появился в саду. Его поддерживали с двух сторон. Он в пальто, хотя на дворе август. Теплый. Я выходил в сад, садился в кресло и смотрел на пламя больших костров, которые по моей просьбе разжигали на прогалине. Я сидел и смотрел на их пламя часами. Ученики шептались, что я черпаю в пламени силу. А я мысленно переносился в детство, когда еще справлялись языческие обряды огня. И еще мне просто было холодно. Что случилось? А ведь в 22-м единственная в Тифлисе машина, сбила знаменитого на всю революционную страну Камо, который почему-то на велосипеде захотел прокатиться. Теперь моя авария, после которой я очнулся, словно кусок свежего мяса в чистой постели. Ай, да, сосо! Кого боялся, от того избавлялся. подорвала ли авария силы Гурджиева и его веру в себя? Нет. Она дала толчок новому в его работе. Георгий Иванович решил, что необходимо изложить свой метод на бумаге. И начинается грандиозная эпопея создания книги, призванной шокировать читающую публику откровенной критикой психологии современного человека, а также идеями и терминами, которые с трудом умещались бы в черепушке людей. В то же время, среди всевозможных образов и метафор, упорный читатель мог найти очень простые и понятные вещи. Самый быстрый способ развития духовных сил заключается в том, чтобы терпеливо переносить субъективно неприятные проявления других существ. Никогда никто не поймет страданий другого, если только он сам их не пережил, даже если бы и имел он разум божественный и натуру настоящего черта. Две силы, противостоящие друг другу, наращивают военную мощь. Столкновение не за горами. Но что из этого выйдет? Одна или две силы не в состоянии произвести какое-либо явление. Необходимо присутствие третьей силы. Учение о трех силах корень всех древних систем. Две первые силы человеку более или менее понятны. Но люди слепы к третьей силе. Сталин и Гитлер два мага. Но нет среди них белого. Они совершенно одинаковые. стремление к власти не над собой а над другими разрушает все возможности духовного развития каков бы не был потенциал. Может быть предвидя грядущие события Георгий Иванович позволяет продавцу угля отсудить приэрэ за смешной долг в 300 франков. Институт гармонического развития закрыт. Гурджиев переезжает в Париж в небольшую квартиру где продолжает встречаться с наиболее настойчивыми из учеников. И грянула Вторая мировая. Люди бессознательно создают то, что называется неизбежностью. Например, войну. Но и в то же самое время искренне заявляют, что хотят только мира. Главный герой моей книги говорит своему внуку. Я очень внимательно наблюдал за людьми, когда у них происходила их главная особенность процессы взаимоуничтожения. Все больше и больше территорий подчинялось свастики, движущейся против солнца. Гитлер неоднократно звал Гурджиева приехать в Германию. Георгий Иванович ни разу не принял предложение. Отвечал. Тьма над Германией, Адольф. Все вы во тьме. Твоя единственная надежда пробиться к свету, поднявшись на гору, высокую гору. Свет найдешь только на вершине Эльбруса. Была ли это аллегория мастера, очередная загадка или понятный лишь им намек? В серьез ли? Для Гитлера это было всерьез. Дивизия Эдельвейс, прикрываясь версией, что обеспечивает подходы к бакинской нефти, штурмовала Эльбрус и поставила там символ нацистской свастики. И немедленно Сталин посылает альпинистов уничтожить фашистских скалолазов и установить на Эльбрусе символ страны Совета. Странно, не так ли? Гибнут дивизии, армии, решается судьба войны, а вожди озабочены исходом игры в царя горы, кто удержится на вершине. Был ли совершенно незаметный глазу обывателя в эти годы господин Годжиев как раз той третьей силой в столкновении двух других сил, которую так просто не разглядишь. исход войны был предрешен и никакое новое оружие не могло спасти нацистов. Бумеранг свастика, запущенный Гурджиевым в 20-х годах, сделал свое дело. Все кончается. Кончилась и война. Возобновились встречи и обеды с мастером. На них приходит множество учеников, которые готовы сутки напролет проводить с учителем и стараются не пропустить ни слова из сказанного им. У всех налито. Алкоголь не причуда, не игрушка. Он, если правильно пить, усиливает желание человека. Надо пить достойно. За достойные человека вещи. Например, за то, чтобы не быть такси. Если вы себя не помните, то вы такси. Любая мысль, желание, ощущение повезут вас куда-то хотят. Единственный путь для развития создать борьбу внутри себя. схватка, борьба вот основа развития. Когда нет борьбы, то ничего не происходит. Человек остается в машине. Ваше дождь. Субтитры хватит. Субтитры СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Многие из тех, кто был близок к учителю, умерли за прошедшие годы. Не решил ли учитель танцев и дирижер битвы магов, что пора покидать эту ее доль печали, мир, где существа, обладающие огромным потенциалом возможностей, тратят его на уничтожение себе подобных. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В конце октября 49-го года ученики пришли проститься в госпиталь. Они ждали напутствия. Гурджиев долго глядел на всех с доброй, чуть печальной улыбкой, а потом сказал, но и вляпались живы. Моя бабушка рассказывала, что я родился без крика, широко открытыми глазами. Тело Гурджиева умерло утром 29 октября 1949 года. Моя бабушка рассказывала, Моя бабушка рассказывала, Моя бабушка рассказывала, Разведки крупных держав начали кровавую охоту за последними дневниками Георгия Ивановича. Чем это закончилось? Закончилось ли? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok